На 5,8% пенсии в России проиндексируют на реальный размер инфляции. Вступили в силу. С 1 января в России начали действовать более 300 новых законопроектов. За счет бюджетных средств более 230 жителей Нинецкого округа получили высокотехнологичную медпомощь в 2016 году. С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. С этого года начал расти пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих. Он будет прибавлять по полгода в год, пока не достигнет 63 лет для женщин и 65 для мужчин. Но расти стал не только возраст, но и сами пенсии. А это уже для всех. С 2017 года индексация страховых пенсий вернется в привычное русло. Они повысятся с 1 февраля на реальный размер инфляции. По данным Пенсионного фонда России, примерно на 5,8%. Правда, на руки повышенную пенсию по-прежнему получат только неработающие пенсионеры. Зато выплату в 5 тысяч рублей получат все пенсионеры. Пенсионный фонд России уточнил сроки единовременных пенсионных выплат. 5 тысяч рублей пенсионерам будут выплачивать до 28 января. Соответственно, начало выплат запланировано на 13 января. Указанные сроки распространяются на получателей пенсии всеми способами, как через Почту России, так и через банки. С 1 января накопительную пенсию будут рассчитывать по новой формуле. Если пенсионеры уже получили свои пенсии в период с 3 по 12 января, то дополнительную выплату они все равно получат вместе со всеми с 13 по 28 января. Только в том случае, если, например, почтальон принес деньги пенсионеру в январе, но дома его не застал, выплата может перейти на февраль. Всего в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено на эту выплату 221 миллиард 700 миллионов рублей. Напомню, выплата является единовременной, она не будет учитываться во время февральской индексации пенсий. Положена она всем пенсионерам, проживающим на территории России, в том числе тем, кто получает две пенсии, например, военную и страховую из Пенсионного фонда. С 1 января вступили в силу более 300 законопроектов. Документы, принятые в ушедшем году, затрагивают самые разные сферы жизни россиян. Изменилось законодательство о социально-некоммерческих организациях. В настоящее время они могут получить статус исполнителя общественно-полезных услуг. Перечень услуг для социально-ориентированных НКО утвержден правительством осенью 2016 года. В него вошли услуги по оказанию помощи пожилым, инвалидам, детям и людям в непростой жизненной ситуации. На территории Ненецкого округа в настоящее время действует порядка 60 социально-ориентированных НКО. Внесены поправки в закон о государственных закупках. Теперь объекты стоимостью от 1 миллиарда рублей будут проходить публичное обсуждение. Исключения составят контракты по оборонзаказу, повторные аукционы и конкурсы, запросы котировок на гуманитарную помощь или ликвидацию ЧАЭС. В сфере недвижимости начинает действовать закон, направленный на повышение защиты прав дольщиков. Создан Государственный компенсационный фонд для решения проблем участников долевого строительства. Более 230 жителей Ненецкого округа получили высокотехнологичную медпомощь в 2016 году. Показатели превышают данные 2015 года на 20%. В числе получивших лечение – 202 взрослых пациента и 30 детей. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям региона за счет средств федерального бюджета. Из казны округа компенсируются затраты жителей по проезду к месту лечения и обратно. Такая социальная помощь оказывается также тем, кто направляется на получение специализированной медпомощи и для прохождения обследования за пределы региона. На эти цели из окружного бюджета выделили почти 64 миллиона рублей. Компенсацию проезда получили 4366 человек. Наиболее востребованными профилями у жителей региона остаются сердечно-сосудистая хирургия и травматология. По первому направлению прошли лечение 86 человек, по второму – 68. Кардиохирургическая помощь чаще всего получают в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Оперативное вмешательство и лечение, связанное с онкологическими заболеваниями, прошли 20 пациентов. О кушерствам и гинекологии – 8 человек, педиатрии – 19 жителей, нейрохирургии – 12. Перед выпускниками округа стоит серьезный выбор. В ближайшее время им предстоит выбрать предметы, по которым они будут сдавать единый государственный экзамен. У выпускников Ненецкого округа осталось три недели для определения предметов на сдачу ЕГЭ. Заявление на сдачу единого государственного экзамена в 2017 году необходимо подать до 1 февраля включительно. В нем должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать госэкзамен. После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению Государственной экзаменационной комиссии региона только при наличии у заявителя уважительных причин, болезней или иных обстоятельств, подтвержденных документально. И не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. В заявлении можно указать любое количество предметов по выбору, исключение русский язык и математикам, которые являются обязательными. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Окончательные списки с предметными предпочтениями окружных школьников поступят в Центр развития образования уже до 20 января. Выпускники прошлых лет могут подать заявление непосредственно в Центр. На сегодняшний день подано пять таких заявок. По результатам написания итогового сочинения в Нинницком округе, допуск к ЕГЭ уже получили 242 11-классника. Повторное итоговое сочинение 7 февраля напишет еще 11 школьников. Школьники Нинницкого округа готовятся к учебе. В регионе стартовала кампания по доставке детей из отдаленных поселений в Наринмар. Всего запланировано 6 рейсов в 13 поселений региона. Первым рейсом отправились в Наринмар уроженцы поселков Вуучейске, Индига и Коткино. 12 января запланированы два рейса для школьников из Бугрино. Вслед за ними на учебу прилетят жители Ниси, Ом и Снопы, Нижней Пеши. 15 января в Наринмар прилетят школьники из Харивера. 16-го из Варнака и Каратайки. Компанию по доставке детей завершит рейс в Усть-Кару 17 января. Всего планируется доставить на учебу более 120 ребят. Напомню, школьный вертолет поднимается в небо дважды в год на летних и зимних каникулах. Ежегодно на эти цели администрация округа выделяется почти 25 миллионов рублей. Мясокомбинат увеличил товарооборот до 650 миллионов рублей за счет выпуска новой продукции. По отношению к прошлому году разница составила 17 миллионов рублей. Оборот увеличился и в весовом значении за счет выпуска новых видов продукции. Всего за 2016 год мясокомбинат освоил производство 52 новых мясных и даже рыбных изделий. В том числе в праздничные дни покупателям производители предложили новые виды мясных консервов – оленина в молочном соусе и гуляш в томатном. Выручка только от новой продукции составила 13 миллионов рублей, что позволило увеличить товарооборот, несмотря на снижение общего объема потребления мяса, отметила директор предприятия Тамара Критская. На сегодня мясопродукты производят порядка 200 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов. Для этого у местных сельхозпредприятий в минувшую убойную кампанию было закуплено порядка 1 тысячи тонн мяса северных оленей. В этом сезоне забоя оленей предприятие доставило в Наринмар уже 255 тонн мяса, что составляет 30% от общего объема запланированного на 2017 год сырья. В Ленинском округе начался государственный учет численности лосей и других животных в общедоступных охотничьих угодьях региона. Как отметил вице-губернатор Олег Белак, в отличие от прошлых лет, этот зимний маршрутный учет пройдет по всей территории субъекта. Работы проводят специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса и окружного учреждения Центр природопользования и охраны окружающей среды. Подобные учеты проводятся уже третий год. В 2016 году площадь обследованного участка составила 176 тысяч гектар. В ходе него были отмечены следы лоси, росомахи, лисицы, песца, волка, лесной куницы, горностая, белки и зайца-беликан. В этом году общая протяженность маршрутов составила 1116 километров. Обследуемая площадь около 8 миллионов гектар. Представители природоохранных структур отправились на просчет на снегоходах. За два месяца планируется совершить несколько выездов в разные точки округа. В марте полученная информация будет обработана и направлена в Министерство природных ресурсов и экологии России. На основе полученных данных ведомство выделяет региону квоты на добычу охотничьих ресурсов. Таким образом, в прошлом году профильным департаментам было выдано 28 разрешений на добычу лося. 11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Кроме того, в этот год заповедная система России отмечает свое столетие. Сегодня, 11 января, в России отмечают День заповедников и национальных парков. Впервые его отпраздновали в 1997 году. Инициаторами учреждения праздника выступил Центр охраны дикой природы при поддержке Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого празднования выбрали не случайно, ведь это дата образования первого государственного заповедника в 1917 году Баргузинского. Таким образом, в этом году особо охраняемые природные территории отпразднуют свой 100-летний юбилей. Сохранить уникальные уголки страны, не допустить вымирания редких видов животных и растений, оставить богатое наследие потомкам – такую цель имеет каждая природоохранная зона. В настоящее время в России существует около 12 тысяч таких территорий различных уровней и категорий. Общая площадь охраняемых зон составляет 203 миллиона гектар. При этом наиболее значимые для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия представляют объекты федерального значения. Это 42 национальных парка, 71 государственный природный заказник и 102 государственных природных заповедника. Среди них и заповедник Ненецкий. Необходимость его создания была вызвана активным освоением газовых и нефтяных месторождений, перевыпасом домашних оленей, производственной деятельностью. Всё это привело к загрязнению и засорению территорий бытовыми и производственными отходами. Большая территория, площадь заповедника – 313 тысяч 400 гектар. Это, в общем-то, огромная территория. Была исключена из хозяйственного оборота. За исключением традиционных видов хозяйственной деятельности – это оленеводство. По положению у нас оленеводство допускается. При этом на территории заповедника затрагивало, так сказать, Кумжинское газоконденсатное месторождение. В 70-80-е годы там осуществлялась активная деятельность по геологоразведке. Пробурено очень много скважин. Хотел бы отметить, что на протяжении 2013-2015 года мы попали в программу по очистке Арктики, по реабилитации территории. В 2015 году было ликвидировано порядка 9 скважин. Повторная ликвидация, чтобы не было выхода углеводородов на поверхность. Территория заповедника на данных участках была очищена от металлолома, различного хозяйственного, строительного, мусора. Помимо охраны уязвимых арктических экосистем, белых медведей и моржей, редких видов растительности, заповедник ведёт научную и эколого-просветительскую деятельность. День моржа, развитие бёрдвотчинга, создание экологических троп, международные проекты, волонтёрские программы. Благодаря общественным проектам население округа больше узнаёт об уникальной природе своего края. 2017 год для заповедника Ненецкий – юбилейный вдвойне. Первому и единственному на сегодня заповеднику на территории региона исполняется 20 лет. К большим датам запланированы праздничные мероприятия. Одним из таких массовых мероприятий – это марш парков, который ежегодно проходит. В рамках марша парков проводятся различные фестивали, конкурсы. В частности, наш заповедник будет проводить конкурс детских рисунков. Будет с Краеведческим музеем осуществлена передвижная выставка по населённым пунктам Ненецкого автономного округа. В день столетия заповедной системы России губернатор Ненецкого округа поздравил работников заповедного дела. Игорь Кошин подчеркнул, что за индустриальным развитием крайне важно не забывать об уязвимости природы Арктики. «Природа – это наше безусловное богатство, наша ответственность перед будущими поколениями. Поздравляю всех работников заповедной системы с большим праздником. Благодарен за ваш труд и всячески его поддерживаю», – отметил глава региона. Администрация продолжает работу по созданию в округе трёх новых особо охраняемых природных территорий регионального значения – заказников Паханченский и Хайпудырский, а также природного парка Северный Тиман. На сегодняшний день выполнено экологическое обоснование по всем трём территориям и проводится согласование с землепользователями. Следующим этапом станут общественные слушания. После них специалисты департамента проведут экологическую экспертизу, на основе которой будет подготовлен нормативный акт о создании особо охраняемых природных территорий. Всего же к 2021 году в регионе планируется создать пять новых особо охраняемых природных территорий. К уже названным добавится заказник «Вашуткинские озёра» и самый большой по площади природный парк «Югорский». После их создания общая площадь особо охраняемых природных зон достигнет в округе полутора миллионов гектар, или 9% от общей площади округа. Сохранить часть уникального биоразнообразия Крыма попытались спасатели полуострова. На озере Сосексиваш под Евпаторией водолазы спасли лебедей, вмерзших в лёд из-за холодов, сообщает Управление МЧС по Крыму. О ЧП со стая птиц написали в соцсетях. Лебеди, которые традиционно зимуют на озере, находились в опасности из-за того, что озеро покрылось льдом. Водолазы вручную разбили лёд и освободили птиц из плена. Здоровые птицы перелетели на середину озера, а больных и ослабленных спасатели передали ветеринарам для оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации, рассказали в спасательном ведомстве. К сожалению, двух птиц спасти не удалось, отметили в МЧС. Основной причиной подобной проблемы орнитологи называют вмешательство человека в дикую природу. Лебеди собираются у берега в ожидании людей, которые их подкармливают хлебом, а там вода замерзает быстрее. Из-за неправильного питания их иммунитет слабнет, и птицы перестают перелетать на ночевку вместе со стаей, оставаясь у берега, подчеркивают орнитологи. Экстремальные холода, накрывшие подавляющую территорию России, в том числе и арктическую зону нашей страны, постепенно уходят. На Росском Севере завершился очередной морозный период зимы. Ультраполярное вторжение пришлось на новогодние каникулы и продолжалось около 10 дней. В Европейской части России таких морозов по интенсивности, продолжительности и охвату территории не было 30 лет, с 1987 года, сообщает информационное агентство «Арктика.Инфо» со ссылкой на ведущего метеоролога Гесметио Леонида Старкова. В рождественские дни отклонение среднесуточной температуры от нормы достигало 20-25 градусов. Температура понижалась до минус 35-40, местами до минус 50. По прогнозам метеорологов, экстремальные январские морозы пошли на спад. Атлантическое тепло пробивает себе дорогу с ветрами, снегопадами и метелями. До крещения сохранится мягкая снежная погода. Однако специалисты призывают граждан России не расслабляться. Впереди еще половина зимы, причем, как правило, более холодная ее половина, подчеркнул Леонид Старков. В последние годы зимы в Субарктике чаще были теплыми. В высоких широтах средняя глобальная температура повышается быстрее всего. На этом фоне резкие похолодания даже до нормы воспринимаются очень остро, добавил метеоролог. Такова была информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...